видео подготовлено сайтом онлайнгдз.нет всем привет и сейчас мы с вами разберемся как выполнить задание номер 1013 из 11 теплиц овощеводческого хозяйства 4 засажены помидорами а 2 огурцами какая часть теплиц занята огурцами и помидорами решите задачу двумя способами и давайте сначала запишем кратко условия у нас всего 11 теплиц засажены помидорами у нас 4 теплицы огурцами две теплицы нужно выяснить какая часть теплиц занята огурцами и помидорами ну то есть наверное вместе какая часть всех теплиц и первый способ и первое действие в первом способе мы найдем общее количество теплиц которые заняты помидорами и огурцами 4 плюс 2 получаем 6 6 то есть 6 теплиц занята огурцами и помидорами и второе действие так как всего у нас 11 теплиц то есть мы можем все количество теплиц разделить на 11 частей и одна часть это будет просто одна теплица а 6 у нас занята то есть мы из этих 11 частей взяли 6 теплиц то соответственно мы получаем дробь 6 11 то есть 6 11 теплиц это вот как раз та часть теплиц которая занята огурцами и помидорами то есть ответ мы получаем 6 11 и теперь вторым способом нужно решить задачу здесь мы сначала найдем какая часть теплиц занята помидорами какая часть теплиц занята огурцами а потом эти две величины просто сложим и найдем какая часть теплиц занята и огурцами и помидорами так как огурцами занято 4 теплицы из 11 то соответственно 4 11 теплиц Занято помидорами. Огурцами, соответственно, занято 2 одиннадцатых теплиц. Ну и третье действие. Найдем сумму этих двух величин. 4 одиннадцатых плюс 2 одиннадцатых. Чтобы сложить дроби с одинаковыми знаменателями, мы знаменатель оставляем тем же, складываем только числитель. Или 4 плюс 2, 6. 6 одиннадцатых теплиц. Занято и огурцами, и помидорами. И тоже ответ у нас получился 6 одиннадцатых, что, в общем-то, неудивительно. И выполнили задание 1013. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Из вопросов, предложений или пожеланий подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.